Продолжение следует... ...выявление опухолей почки, они чаще всего выявляются на стадии локализованной. Если мы говорим про малые опухоли, а именно опухоли менее 4 см, то мало сомнений вызывает то, что резекция почки будет эффективной. И также известно, что она будет выигрывать функциональных исходов у нефрактомии и при этом будет иметь сопоставимые онкологические исходы. Также по сравнению с нефрактомией. Но остается достаточно спорным вопрос хирургической тактики при больших опухолях и при анатомически сложных опухолях со сложной анатомией. Также известно, что при увеличении размера опухоли, при увеличении анатомической ее сложности увеличивается и риск резекции почки. Появляется дополнительный риск переоперационных осложнений, также появляется дополнительный риск онкологический. Это, в свою очередь, все влияет на выбор тактики, потому что, например, если мы рассмотрим пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, пожилых пациентов, то, конечно, важно знать и понимать дополнительный риск переоперационных осложнений. Также имеются несколько утвержденных нефрометрических систем для оценки анатомической сложности. Это и Реналскор, и ПАДО, и ЦИндекс, и площадь контактной поверхности опухоли. И уже известно, что с увеличением анатомической сложности увеличивается также и риск переоперационных осложнений. Вообще, при опухоли почки, при локализованной, при анатомически сложной опухоли почки, здравый смысл нам говорит о том, что если есть возможность сохранить почку, надо ее сохранять. Это, в свою очередь, в дальнейшем приведет к увеличению общей выживаемости в связи с тем, что уменьшится риск метаболических сердечно-сосудистых осложнений. Но не все исследования при этом говорят, что резекция почки в подобной клинической ситуации приведет к пользе для пациента. Так, например, единственное на данный момент крупное, проспективно рандомизированное исследование, исследующее нефрокотомию и резекцию почки, при опухолях почки менее 5 см, показывает, что при резекции почки общая выживаемость не увеличивается, а даже наоборот, в группе резекции почки она меньше, чем в группе нефрокотомии. Это при анализе intention to treat. Также и выраженное снижение почечной функции было реже при резекции почки, но всего лишь на 3,7%. Несмотря на все вышесказанное, в настоящее время рекомендована резекция почки при опухолях стадии Т1-Б, Т2. Однако очевидно, что нужно выбирать хирургическую тактику, исходя не только из технической выполнимости операции, но еще и исходя из соотношения риска и пользы для пациентов, а это значит нужно учитывать и хирургические факторы, и факторы пациента, такие как коморбидность, возраст, функции исходной почки. И, соответственно, целью нашего исследования было оценить влияние отдельных факторов на выбор хирургической тактики при анатомически сложных локализованных опухолях почки. Как я уже сказал, методы исследования у нас необычные, это глубинное интервью, а именно брали интервью у 12 хирургических онкологов из стран Европы и СНГ, и опрос состоял из трех разделов. В первом разделе хирурги должны были ответить и сказать, сколько у них выполненных резекции почки, нефорокотомий, в каком центре они оперируют, сколько их центр выполняет резекции почки в год и какой доступ чаще всего они используют. Далее хирурги должны были ответить в разделе «Параметры пациентов» и присвоить каждому параметру на свой взгляд степень их влияния на выбор хирургической тактики от 0 до 5. Это возраст, функции почек, коморбидность, индекс массы тела и предпочтение пациента. Хочет ли он выполнить резекцию почки или нефорокотомию. И в третьем разделе необходимо было выбрать хирургическую тактику в 20 клинических случаях. Это условно были пациенты с впервые вываленным раком почки со сложной анатомией РЕНОЛ-10-12. И при этом это условие было базовое. Менялись лишь комбинации параметров пациента. То есть менялась коморбидность, индекс массы тела, предпочтение пациентов. И соответственно хирургам нужно было выбрать, выполнить нефорокотомию или резекцию почки. По результатам получилось так, что больше половины опрошенных хирургов свыше 60% практикуют в клиниках с большим объемом резекций. Больше 60%. Также больше 80% респондентов оперируют лапароскопическим трансперитониальным доступом. В среднем каждый хирург выполняет по 20-25 резекций в год. И также, что видно на графике спайдер-плот, для опытных хирургов мы видим, что самым значимым параметром в выборе хирургической тактики является анатомия опухоли. Все остальные факторы влияют в меньшей степени. Это для хирургов, которые выполнили больше 70 резекций почки. Также по результатам мы получили, что только в трех случаях резекцию почки выбрали все респонденты. Это были относительно молодые пациенты моложе 60 лет с хронической болезнью почек C3A и с компенсированными хроническими заболеваниями. Артериальная гипертензия, сахарный диабет. Также выбор в пользу нефороктомии можно было спрогнозировать только в трех случаях из 20 с коэффициентом детерминации 0,27. Это были пациенты старше 75 лет с инсультом в анамнезе, с хронической болезнью почек C4-C5 и пациенты, получающие антикоагулянты. Что касается выводов, то можно сделать вывод о том, что имеется некая тенденция к нивелированию влияния всех факторов пациента, кроме анатомии опухоли, с ростом выполнения резекции почки. То есть более опытные хирурги ориентируются больше на технические моменты, чем на параметры пациента. И, соответственно, из-за недостаточного количества респондентов и большого количества факторов нам не удалось выявить значимость каждого фактора в отдельности для того, чтобы построить модель принятия решений. В связи с этим планируется увеличение количества респондентов и все-таки с построением дальнейшей модели. Спасибо за внимание. Прекрасное сообщение, очень интересная, на мой взгляд, работа исследовательская. Как вы считаете, какое должно быть среднее количество операций в год для хирурга, чтобы адекватно выполнять лапароскопическую резекцию почки и снизить как можно ниже риск развития осложнений? Сколько нужно оперировать операции такие в год? Проводили вы такие анализы? Подобный анализ не проводили, но, насколько я знаю, оказалось исследование, где для высокого достижения трефекта, а это низкий риск осложнений, отсутствие осложнений, соблюдение времени ишемии, отсутствие положительного края резекции, хирург должен выполнить 250 резекций почки за всю свою карьеру. Я понял, да, я уже думал, год что ли, так надо мне до эфири. Спасибо, спасибо большое. Коллеги, возникли ли вопросы? Спасибо большое. Спасибо.